На календаре 3 октября. 3 октября 1879 года на странице газеты «Самарские губернские ведомости» появилась заметка об открытии нового моста через реку Самарку. Сообщалось также, что были установлены и новые правила прохода через него судов. Мост решили разводить только раз в сутки, с 12 до 2 часов ночи, а суда пропускались только по предварительным заявкам, поданным смотрителю моста. В 1891 году один из крупнейших храмов Самары, женский Иверский монастырь, преобразился до неузнаваемости. И 3 октября 1891 года «Самарская газета» в подробностях рассказала об этом своим читателям. Это колоссальнейшее здание от штукатурена, побелено, главы окрашены зеленой краской. Западный, северный и южных сторон к нему приделаны прекрасные изящные архитектуры крылья. Ежегодно в первые выходные октября стартует ставшая уже традиционной акция «Международные дни наблюдения птиц». Она проводится в том числе и в нашей стране. В эти дни ученые-орнитологи и просто любители природы выезжают в леса и поля, чтобы понаблюдать за пернатами. Такие мероприятия проводятся в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание общественности к сохранению мест обитания птиц, а также для получения свежих данных о миграциях, позволяющих получить сведения о численности разных видов птиц и маршрутах их перелетов. Сегодня поздравление с днем рождения принимает глава муниципального района Клявлинский Самарской области Иван Николаевич Соловьев. Ровно 120 лет назад, 3 октября 1895 года, родился Сергей Александрович Есенин. Великий русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирик, мастер глубокого психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и народной души. В один день со знаменитым русским поэтом, но в разные годы, родились многие выдающиеся личности из мира кино. Легендарный советский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Армен Жигарханян. Режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Рогожкин. Известная актриса театра и кино, запомнившаяся зрителям по фильмам «Роман совлюбленных», тот самый Мюнхгаузен, «Покровские ворота» и многим другим Елена Коренева и другие знаменитости. 3 октября свои именины отмечают Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Татьяна и Федор. Народный календарь сегодня отмечает День Астафия. На Руси этого святого именовали ветряком. По направлению ветра судили о погоде. Если ветер дул с севера – к стуже, с юга – к теплу, с запада – к дождю, с востока – к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай о зимах. Смотрели и на другие приметы. Если в этот день было тепло и летит паутина, значит, снег выпадет еще не скоро. Это все, что мы успели вам рассказать про 3 октября. Великолепных выходных и позитивного настроения. Редактор субтитров А.Семкин